МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Работа есть! Округ присоединился к всероссийской ярмарке трудоустройства. Кого сегодня ищут и ждут работодатели Пушкинского? 250 преподавателей, лекции и мастер-классы. Самое сложное, наверное, это подстроиться под настроение учеников. Как презентовать себя? Как не выгореть профессионально? Какие еще вопросы обсуждали на форуме молодых педагогов? Ты должна отомстить за меня! Они забрали мою семью! Ну я же говорила, что на экзамен с соком не пускаю! Они пошутили! Искрометный юмор и невероятное обаяние демонстрировали самые веселые и находчивые школьники округа. КВН на Кубок Головы прошел в Красноармейске. Об этих и других новостях прямо сейчас. Самая масштабная в истории Подмосковья модернизация коммунальных сетей началась в этом году. Она охватит все проблемные тепловые сети и котельные, улучшит уровень жизни для трех миллионов человек. Об этом на еженедельном совещании под председательством главы региона Андрея Воробьева заявил вице-губернатор Евгений Хромушин. Новая программа продлится до 2028 года. В нашем округе также запланировано мероприятие по улучшению качества водоснабжения жителей округа. Будет проведена реконструкция восьми водозаборных узлов. В микрорайонах Клязьма и Кудринка в поселке Лесной, Тарасовка, Правдинский и в селе Левково. Также реконструкция затронет и ВЗУ номер один в городе Пушкино. Указанные водозаборные узлы будут реконструированы до конца 2024 года. Обновление коммунальной инфраструктуры сегодня задача номер один для всех муниципальных властей. Глава округа Максим Красноцветов проинспектировал канализационную насосную станцию в Правдинском. Она обеспечивает отвод стоков из заветов Ильича и Правдинского и в данный момент работает в штатном режиме. А вот коллектор сильно изношен, из-за чего случаются прорывы. В этом году солидный участок технологических сетей свыше 6 километров должны обновить в рамках инвестиционной программы. Подробности у Людмилы Ермаковой. Не так давно именно этот участок в Братовщине оказался затопленным нечистотами. Здесь пролегают канализационные сети, которые собирают стоки заветов Ильича, Правдинского, затем идут в Пушкино, Ивантеевку и только потом на Щелковские очистные сооружения. Изношенные коммуникации привели к аварии. Для устранения последствий канализационная насосная станция номер 8, что в Правдинском, была остановлена. Сегодня глава округа инспектирует объект. Достаточно большие территории оказались подтопленными. Это связано, конечно, в первую очередь со значительным износом инженерной инфраструктуры, но и, конечно, с погодными условиями, потому что на тот момент происходило таяние снега и достаточно большой поток воды, который наполнял систему канализации. Всего в округе действует 47 канализационных насосных станций, 67 водозаборных узлов и 21 предприятия, которые занимаются водоснабжением и отведением. В рамках производственной программы в текущем году предусмотрена промывка сетей канализационной станции в Правдинском. В ближайшие два года мы планируем заменить 6 километров коллектора. Это основной коллектор, который обслуживает процентов 50 всего Пушкина. На эти средства мы предусмотрели участие в губернаторской программе и предусмотрено потратить на реализацию этих целей порядка 3 миллиардов рублей. Это огромные деньги, огромная программа, которая позволит решить достаточно много очень застарелых проблем, которые сложились десятилетиями в городском округе. Также в рамках инвестиционной программы в 2023 году на станции в Правдинском предусмотрена замена технологических трубопроводов и арматуры в здании КНС. На 2024 год планируется замена двух насосов со шкафами управления. Людмила Ермакова, Евгения Федорова, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. 28 площадок в разных городах страны Подмосковья присоединилась к всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Первый этап прошел и в нашем округе. Кого сегодня ищут и ждут рекрутеры Пушкинского, узнавала Юлия Постриганева. «Хочешь работать? Приходи к нам». Таков негласный девиз всероссийской ярмарки вакансий, которая прошла в Пушкинском. Наш округ активно включился в процесс, представив на суд соискателей из Пушкина, Ивантиевки, Красноармейска, Софрина и других поселений муниципалитета сотни вакансий от работодателей округа. Сегодня представлено порядка 25 работодателей. Что характерно, сегодня здесь и новые работодатели, которые первый раз с нами сотрудничают, изъявили желание прийти и найти себе сотрудников. Направления разные. Здесь можно найти работу любой мечты. Работу мечты в Пушкинском искала и нашла Татьяна Городилова. Это сейчас девушка-индивидуальный предприниматель. А пару лет назад она так же, как и многие другие соискатели, обратилась в Центр занятости. Многодетная мама, у Татьяны четверо детей, составила бизнес-план и подала его на выдачу субсидий от Центра занятости. Сегодня Татьяна ищет уже не работу, а сотрудников в свою фирму. Мы ищем нашу компанию, в наш офис и не только менеджеров по продаже. Я подала заявку, было 12 участников и было всего 6 призовых мест. И надо было презентацию сделать. Вот я сделала презентацию и уже через 2 недели сразу открыла офис. Нынешняя ярмарка дает возможность не только быстро найти работу по специальности, но и попробовать себя в новой сфере. Пушкинские работодатели сегодня ищут и готовы принять специалистов мебельного производства, услуг страхования, водителей-экспедиторов, инженеров и продавцов-кассиров. Приглашают на службу в полицию и межмуниципальное управление МВД России «Пушкинская». Подойдут соискатели от 18 до 40, прошедшие службу в вооруженных силах страны, имеющие образование не ниже полного среднего. Среди работодателей и Московская областная больница имени профессора Розанова. Ищем в основном терапевты, в основном врачи. Но также, конечно, требуются и медсестры. Мы сейчас очень нуждаемся в детском враче-неврологе. Для него предоставляется служебное жилье, а также мы оплачиваем на им жилье. Зарплата 80 тысяч. Елена Семенихина, соискатель из Ивантеевки, много лет работала менеджером в столице. Сейчас хочет поменять сферу деятельности и род занятий. Работать рядом с домом в родном округе. Поговорила практически со всеми, кто присутствует, работодатели. Много для себя взяла визиточек. И я думаю, что я сейчас еще дома посмотрю все. Думаю. И хотелось бы еще встретиться непосредственно на месте работы. Прямо на предприятиях еще. Поговорить, показать себя руководителю. Формат мероприятия очень понравился. Сегодня в банке вакансий Пушкинского центра занятости полторы тысячи предложений. На учете состоит более 500 граждан. Так что найти работу может каждый, если захочет. Нынешнюю всероссийскую ярмарку вакансий в Пушкинском посетили более ста соискателей. Следующая пройдет в нашем округе в июне. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Пушкинские молодогвардейцы провели патриотический забег. Акция направлена на поддержку бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В мероприятии приняли участие порядка 40 активистов молодой гвардии «Единой России». Сегодня проходит детский забег. В нем принимают участие молодогвардейцы, единороссы, а также любые жители округа, которые желают в нем принять участие. Акция направлена на привлечение внимания к спецоперации, к тому, что нужно помогать военным. То есть тут организована точка сбора гуманитарной помощи. То есть эта акция направлена на привлечение внимания к проблемам, то, что нужно помогать фронту. То есть молодогвардейцы избирают гуманитарную помощь. Придут маскировочные сети, проводят различные акции поддержки. Задействовано более 40 молодогвардейцев. Машрут будет в виде буквы «З», что символично. Молодая гвардия «Единой России» очень часто проводит различные мероприятия в поддержку СВО в том числе. И, естественно, местное отделение партии активно поддерживает их инициативу. Любой желающий мог присоединиться к акции. И, я думаю, мы продолжим в этом же направлении дальше привлекать людей к подобным мероприятиям. Как правильно выстраивать общение с учениками? Как грамотно распоряжаться своим временем, не выгорать и сохранять любовь к профессии? В Пушкинском округе стартовал форум молодых педагогов. Сотни начинающих преподавателей собрались в Российском государственном университете туризма и сервиса. Для них организовали встречи, лекции и мастер-классы. Поприветствовать участников приехали заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов и глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. В год педагога и наставника форум молодых педагогов в округе решено провести еще более масштабно. Площадкой стал Российский государственный университет туризма и сервиса. Поприветствовать участников более 250 начинающих, а также опытных преподавателей приехал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов. Год педагога и наставника в Российской Федерации, прежде всего в Подмосковье, наполнен содержательными мероприятиями. Но самое главное, чтобы они были результативны, чтобы молодой педагог и любой педагог выходил с этих мероприятий, приобретая что-то для своего будущего развития, для повышения своей компетентности в педагогических вопросах и в своей специализации. Сейчас, во время больших скоростей, когда ученики становятся все более продвинутыми, наты с информацией и гаджетами, Оставаться примером для учеников, наставникам все сложнее, отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. Помочь им в этом задача форума. Очень важно уделить внимание именно молодым педагогам, педагогам, которые только встают на свой и жизненный, и профессиональный путь. Уделить им внимание, обратить их внимание, создать площадку для того, чтобы они могли взаимодействовать, коммуницировать, общаться, делиться опытом и донести до них то новое, что на сегодняшний момент имеет наша система образования, наше общество. Заручиться в этом большом деле родительской поддержкой помогла исполнительный директор Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи Лариса Санатовская. Она передала главе округа символическое родительское сердце. Если что-то случается, звоните, пишите и первым делом говорите. Но вы же публично мне отдали свое сердце. Поэтому вам сил, вам удачи. Я знаю, что вы сделаете все для того, чтобы молодые педагоги чувствовали себя действительно по-настоящему счастливыми. Для молодых учителей запланировали десятки мастер-классов. Как презентовать себя, как не получить профессиональное выгорание, познакомиться с основами профориентационной работы со школьниками, основами тайм-менеджмента и многим другим. Со всеми проблемами начинающих помогали педагоги Ргутиса, специалисты методического центра и приглашенные спикеры. Самое сложное, наверное, это подстроиться под настроение учеников, потому что не всегда тот план, который изначально ты себе написал, план урока, не всегда можно правильно его сделать, потому что сегодня дети могут быть более активными, завтра они будут грустнее, влияет настроение, погода. А с чем мы сталкиваемся? Не учит в УЗИ. Например? Например, работать с родителями. Как работать с детьми мы все прекрасно знаем, умеем, а вот как с родителями, особенно сложными, конфликтными. Я надеюсь что-то узнать новое на эту тему особенно. Советнику-директору необходимо очень много знаний, в том числе и планирование своего рабочего времени, потому что это одна из составляющих частей работы, чтобы все успеть вовремя, чтобы все задачи выполнить в срок. И поэтому основы тайм-менеджмента, которые сегодня будут в мастер-классе, это очень полезно. Часто молодой педагог не понимает, первое, в чем ему просто прийти на работу, как войти в класс, с чего начать урок и общение с детьми. И это очень важно. И когда у молодого педагога вдруг не получается все это, и когда он не находит поддержки, он замыкается в себе, и начинаются, к сожалению, проблемы, которые могут привести к тому, что педагог просто уйдет из профессии. Ребята также могли узнать о курсах повышения квалификации в РГУТИСе, мерах поддержки педагогов, выплатах подъемных, социальной ипотеке. В начале года на работу пришли больше ста молодых специалистов. В округе делают все, чтобы все они нашли себя в педагогике. Жанна Лавянникова, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Самые веселые и находчивые школьники округа показали класс. В Красноармейске прошел КВН среди школьных команд на кубок главы округа. 12 команд из Пушкина, Ивантеевки, Красноармейска и Фрязина играли мышцами юмора и брецали веселыми шутками. Ведь именно смех – главное оружие сатиры и КВН. А вот зрители в зале видели, слышали и наслаждались отменным юмором. Остросюжетные повороты, неожиданные развязки, отличная режиссура – все по-взрослому при полном аншлаге. В Красноармейске прошел КВН среди школьных команд на кубок главы округа. Тема игры – год педагога и наставника. Ты должна отомстить за меня. Они забрали мою семью. Ну я же говорила, что на экзамен с соком не пускают. В составе жюри законодатели юмора Пушкинского и почетные гости. Приветствует участников клуба веселых и находчивых заместитель главы администрации округа Ольга Жданова. В прошлом тоже игрок школьной лиги КВН. Больше общения, больше позитива, больше шуток. Я желаю всем сегодня искренней. И еще такой маленький нюанс, маленькая ремарка, которую мне лично от себя хочется добавить. Много лет назад, действительно, много лет назад, вот здесь, именно на этой сцене, в Красноармейске стоя, я тоже представляла одну из команд, поэтому сегодня для меня особенный день. Ребят, зажгите и покажите класс. Фестиваль юмора в округе расширяет границы. В прошлом году в КВН и среди школ играли шесть команд. В этом году в два раза больше. Среди них и фрязинские девчонки «Сейчас все будет». Среди сильных сторон не только юмор, но и сказочный антураж. Евлан Виказимирович может выдать любое освобождение от школы в обмен на вашу душу. Мы были в планете КВН в городе Москве, получается, 14 марта. Мы прошли в одну восьмую игру, получается, мы попали в первую подмосковную лигу. И, получается, 19-го мы едем в Луховицы там выступать. Среди команд школьники из Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска. Так эпатажные дилетанты зашли, что называется, с козырей. Не хотите провести вечер в компании амбициозного, обворожительного и элегантного мужчины? Боже, ты это про себя? Да нет, я просто вечером выйду на свидание, а деда не с кем оставить. Здесь самая главная шутка – это я, поэтому все внимание на меня только выделяется. Жюри предстояло сделать непростой выбор, но по итогам совещания тройка лидеров определилась. Команда «Мама бы не одобрила» из Ивантеевской гимназии номер 6 показала свой фирменный юмор, чем и завоевала сердца судей. Вы что думаете, что это серьезно может кому-то понравиться? Конечно. Женщина. Вот вам нравится наша команда? Да, мне все нравится сынок. Мы в КВН играем несколько лет и очень любим это дело. Растим своих выпускников, которые играют в московских лигах. У нас все заряженные были. Мы очень рады, что округ нас объединяет. И мы можем вот так вот здорово в этом году в составе 12 команд играть в такой прекрасной сцене. Заслуженное серебро у команды – эпатажные дилетанты из красноармейской школы номер 3. А бронзу получила команда «Бесконечность» школы номер 8 города Ивантеевки. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. И в заключении выпуска о погоде на завтра. В четверг, 20 апреля, температура воздуха в округе прогреется до плюс 15 градусов. Будет облачно с прояснениями. Осадков метеорологи не обещают. Ночью до плюс 8. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Это все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин